День рождения День рождения Каждый день играю И я пригласил своих друзей Две новосибирские команды приехали Две барнаульские Ну таких же Возрастных, прямо скажем Вот и очень хорошо, азартно получилось И мы так составили команды Что первое место заняли мы И последнее мы А новосибирцы, чтобы не обиделись Второе и третье место То есть вы все-таки победили Да, да Ну а теперь о комнате Что это за комната в музее? Когда музеем увлекся Естественно предметы Своего дня Года рождения 59-го Да, кололи глаза Кололи глаза И я стал их собирать Думаю, сделай уголок 59-го года Собирал, 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 собирал Потом думаю, нет, это звездная болезнь Я расформировал все А все равно колет глаза Я давай по новой собирать А что там за предметы? Ну там все Там телевизор Магнитофон Радиоприемник Уже художественной литературы Книг 15 Всякой познавательной литературы Книг 15 В общем, получилась целая Интересная комната Но это ваш рабочий кабинет? Фактически я сделал рабочий кабинет Сейчас он очень маленький Но я надеюсь, когда-нибудь Мы на Пушкино достроим Там будет большой кабинет И 59-й год разрастется Пользуясь случаем Я, кстати, могу пригласить всех Кто прежде всего Своих сокурсников Всех, кто с 59-го года Приходить, смотреть 59-й год Вообще, есть в этом определенный интерес И не только этих людей, я думаю И не только этих людей А кроме вот этой комнаты Которую вы Подарок сделали себе Сами, кроме кабинета Еще какие-то подарки готовите К своим посетителям? Что-то новенькое? Не знаю, интересно это будет или нет Может быть, кто-то за столом сидит Я давно мечтал Добыть блохоловку Что это? А это такая цилиндрическая коробочка С маленькими отверстиями 18-й век и раньше Прически были большие Мылись мало И блохи считались обычным делом Так вот, было приспособление Которое женщины прятали в прическе Да, сладенькое Липкое И блохи туда собирались Их потом извлекали Промывали блохоловку И она вечно работала у них Я мечтал об этом давно Кое-как мы ее добыли Ну вот теперь Вы уже заговорили по поводу Реставрации здания на Пушкина Да, да, да Это аптека Крюгер Как продвигаются работы? Ну, продвигаются Именно в таком темпе В каком я и предполагал То есть это Рассчитывая только на мои силы Это проект нескольких лет Вот Сейчас мы примерно Ну, я думаю, уже приближаемся К середине пути Насколько еще времени? Еще годика, два-три Еще годика, два-три При наилучших раскладах Ну, будет все хорошо Ну, вам же помогали люди какие-то Помогают, конечно До сих пор помогают Помогают, да Ну, это, скажем так, планы Сергея Карипанова На ближайшие, там, три года Да, открыть этот новый музей Открыть новое здание Какие ваши ближайшие планы? Ну, ближайший план У меня все Помыслы Вот сейчас связаны Как раз с этой аптекой Я день и ночь думаю Как это быстрее сделать Как это лучше сделать Ну, что там уже готово? Чем уже гордитесь? Ну, мы Что уже удалось сделать? Ну, мы наконец До сантиметра Выровняли стены Которые очень трудно было выровнять Которые нужно сохранить Вот Мы закупили материал На внутреннем Мы сделали ноль Мы углубили немножко здание Чтобы там хранилище было Вот Мы сделали внутреннее усиление И закупили материал Чтобы делать перегородки То есть, ну, все своим чередом идет Обычная Повседневная работа А самое сложное Это средства? Конечно Все деньги Если бы у нас была куча денег Мы бы уже давно бы открыли этот музей А есть чем заполнять? Музей же будет огромный? Музей Маленький для количества наших экспонатов Ну, вот сейчас который музей? Который сейчас А вот который будет потом? Я и говорю, он маленький Который будет, он маленький Даже маленький? Конечно Нам надо 2000 квадратных метров Но мы об этом не мечтаем Мы вот как по сеньке шапка должна быть Нам, дай бог, вот это здание освоить Вообще наш музей Это, конечно, если так вот без юмора говорить У нас много особенностей Одна из самых главных особенностей Есть такая писательница Елена Лаврентьева Она написала большую книгу безделушки Про загадочные, необычные вещи И она написала в предисловии Жалко, что нет музея, который бы увлекался вот этой темой Я говорю, найдите мне эту писательницу Мы ее нашли Мы ее сюда привезли Она три дня фотографировала И выпустила книгу в два раза толще Чем у нее была То есть на основе нашего уже материала Поэтому чем удивить, что показать у нас есть Приятное Там будет минимум 50 предметов Которые никогда люди не увидят больше Которые крайне интересны Спасибо большое С юбилеями вас И с вашим личным И с юбилеем музея Спасибо Я напоминаю, что гостем нашей студии Сегодня был Сергей Карипанов Директор Барнаульского музея Мир Времени Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова